Арбуз или дыня? Бургер или суши? Чай или кофе? Ну и главный вопрос человечества, который делит мир на две половины, окрошка на квасе или на кефире? Такой выбор возникает перед нами постоянно, но в этих случаях, что бы ты ни выбрал, ты останешься сытым и довольным. Что же говорить о более серьезных вещах, когда от твоего решения зависит судьба целой страны? Добро пожаловать в историю! Историю выборов! И да, все-таки окрошка на квасе. Не согласен? Пиши в комментариях о своем выборе. Сегодня мы поговорим об истории первых выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. 1993 год. Это выборы, без которых невозможно представить нынешнюю политическую систему страны и здания на охотном ряду. Ну, что там еще могло быть, если не дума? Постсоветский период стал новым этапом в истории избирательного процесса. После проведения референдума 25 апреля 1993 года было подготовлено два альтернативных законопроекта. Согласно одному из них, половина депутатов должна была избираться по одномандатным округам, а другая половина по спискам избирательных объединений. Другой законопроект звучал проще и предусматривал сохранение избирательной системы, когда депутатом становится тот, за кого проголосовало большинство. Короче, надо было выбрать что-то одно. В итоге все, как это часто бывает, решил президент, издав указ о поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации. Итогом которого стал распуск съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, где люди так и не доработали до конца своих полномочий. А какие были амбиции? Сколько планов? В итоге президент учредил Федеральное собрание Российской Федерации, состоящее из двух палат. Совета Федерации и Государственной Думы. Почти как в Англии. Палата лордов и палата общих. Но с лордами у нас была напряженка, зато ума две палаты. На 12 декабря 1993 года были назначены экстренные выборы депутатов Федерального собрания Российской Федерации, а также референдум по принятию новой Конституции Российской Федерации. Государство только сформировалось, а значит им как-то и кто-то должен был управлять. И вновь благодаря указу президента было сформировано «Положение о выборах депутатов Государственной Думы» в 1993 году. Там впервые был реализован принцип открытости и гласности выборов с помощью установления института общественного контроля. Как говорится, доверяй, но общественным контролем проверяй. Во-первых, каждое избирательное объединение и каждый кандидат имели право назначать в избирательной комиссии по одному члену с правом совещательного голоса. А также направить в день голосования на каждый избирательный участок до пяти наблюдателей. Этот наблюдательный бой с Бен должен был следить за прозрачностью и честностью выборов. И чтоб без всяких там вбросов. Также в «Положении» было уделено значительное внимание вопросам предвыборной агитации. В 90-е одной банкой тушенки можно было сагитировать в пользу того или иного кандидата. А это, ну, скажем так, не самый правильный способ убедить отдать за тебя голос. Тогда выборы впервые прошли посмешной мажоритарно-пропорциональной системой. Фу ты, чуть язык не сломал, пока я это выговорил. Половина из 450 депутатов избиралась в одномандатных избирательных округах. Другая половина — по партийным спискам. В выборах изъявило желание бороться за депутатские мандаты 35 общественных объединений. Из них только 21 предоставило списки кандидатов на регистрацию. И лишь 13 были отсеяны суровым ситом Центра избиркома. Сегодня не во всех телешоу такой жесткий отбор. По итогу было избрано 444 депутата. Счастливое число, ну, как минимум для них. 225 по единому федеральному округу и 219 по одномандатным избирательным округам. В пяти округах выборы не состоялись, а в Чеченской республике выборы не проводились. Явка составила 54,7% избирателей при необходимом пороге в 25%. Ну, так сказать, сходили на выборы с запасом. Немного статистики. За период своей работы Дума первого созыва приняла 461 закон, из которых 310 вступили в действие. Сразу видно, люди работали, не покладай рук. Возможно, даже без выходных, возможно, даже не спали, возможно... Нет, ну, есть в буфет, ходили точно. Вот самые важные акты. Объявление амнистии лицам, находившимся под следствием или содержавшимся под стражей в связи с событиями 1991-1993 годов. А также договор об общественном согласии. Но были и другие важные решения. Все 310 я перечислять не буду. Новая Конституция была принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года и вступила в действие 25 декабря того же года. И по сей день это главный правовой акт в нашей стране. Конституция базируется на двух основных принципах. Принцип верховенства основного закона и принцип прямого действия конституционных норм. Давай разбираться, в чем же суть. Итак, верховенство конституционных норм означает, что Конституция Российской Федерации 1993 года действует на всей территории Российской Федерации и обладает высшей юридической силой. В общем, как хлеб. Всему голова. Но, в отличие от хлеба, не зачерствеет. А принцип прямого действия означает, что соблюдение конституционных норм не должно ставиться в зависимость от каких-либо обстоятельств. Одним словом, как Конституция скажет, так и должно быть. Согласно основному закону, право выбора имеют лица, достигшие 18 лет. С 18 можно избираться депутатом местного совета, с 21 года депутатом Государственной Думы, а с 35 лет президентом страны. Кстати, напиши в комментариях, сколько тебе лет и куда бы ты мог баллотироваться. Согласно Конституции, не имеют права голосовать лица, признанные судом недееспособными, а также граждане, содержащиеся в местах лишения свободы. Так что, хочешь голосовать, не нарушай закон. Да и вообще, думаю, и так понятно, что этого делать нельзя. Поговорим об организации финансирования выборов. Как задал бы вопрос один известный блогер, а сколько вы тратите? Законодательство допускает использование как государственного финансирования выборов, так и средств из негосударственных источников. Также кандидаты в депутаты вправе создавать собственные избирательные фонды для финансирования предвыборной агитации. Тут уж где ты возьмешь деньги, твое дело и твой выбор. Главное, чтобы все было честно. А то и самого не выберут, и потом после суда еще и голосовать не сможешь. Еще одна важная вещь. Для того, чтобы избирательная система работала, нужно не только постоянно прокачивать избирательное законодательство, но и закрепить основные принципы избирательного права в Конституции. Принцип равных выборов, принцип альтернативности, принцип независимости избирательных комиссий. Запоминай, это все то, без чего невозможно провести демократические выборы. Но вернемся, как говорят депутаты после обеда, к нашей Думе. Государственная Дума первого созыва проработала два года. И уже в 1995 году состоялись следующие парламентские выборы. Их проводили на основе специального федерального закона о выборах депутатов Государственной Думы Российской Федерации от 21 июня 1995 года. Активность избирателей оказалась выше, чем в прошлый раз. 64,76%. Народ стал понимать, что от голоса каждого зависит будущее страны. Тогда в избирательной кампании участвовало 43 избирательных объединений и блока. 43! Кто только тогда не лез в политику? Ощущение, что кандидатов было больше, чем голосующих. Такое количество партий привело к значительному распылению голосов между ними. Необходимый 5-процентный барьер удалось преодолеть только четырем партиям и избирательным объединениям. Все эти названия тебе знакомы. КПРФ, ЛДПР, Наш Дом Россия, Яблоко. Почти половина пришедших на выборы проголосовала за партии и объединения, в итоге не набравшие более 5% голосов. Те выборы запомнились разнообразием партий и объединений, многие из которых не существовали ни до, ни после этих самых выборов. О самых необычных из них я расскажу тебе в следующих выпусках. Это была история выборов. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова